Оля смертельно боится за Серёжу и Колю, но об угрозах Лупанова родным не говорит. Потёмкин предъявляет Ане новое свидетельство о рождении Серёжи и отдаёт ей её новый паспорт без пометки в графе «Дети». Андрей приходит к Ане, а Лупанов просит Вовку организовать ему встречу с Колей, якобы ради того, чтобы помочь художнику с заработком. Лиза, у меня к тебе вопрос. О как! Не здрасьте тебе, не как дела? Некогда, мама, некогда. Я хочу знать, где была моя жена, которой врачи запретили отлучаться из дома. Тише ты, тише! Ведь Оленька услышит. Она и так вся на взводе. В бане я была у Софьи. Потерпеть не могла. Так преиспичила. Ванечка, мне надо было решить эту ситуацию раз и навсегда. Потому что я хотела убедиться в том, что Софья не будет больше бороться за Серёжу. Потому что от её борьбы всем только хуже. Ну, по-моему, она давно смирилась с тем, что Серёжа Олень сын. Ну, это глупо отрицать. Ванечка, ты плохо знаешь Софью. Это все уже вокруг давно поняли, кроме неё. И я уверена, что она не откажется от малыша, что бы ни было. В общем, она уже звонила Оле. И мне кажется, она ей угрожает. Правда? Да правда, правда. Оля прям вбежала, как мел белая. Схватила Серёжу, кричит, никому его не отдам. Так, ну, я ей этой ведьме устрою. Будет знать, как мучить мою семью. Ванечка! Ванечка, постой. Чего тебе? Ванечка, что ты задумал, а? Всё нормально, успокойся. Ваня, я не могу успокоиться. Ты что, к Софье хочешь поехать? Я успокоюсь. Пока с ней не разберусь. Ваня, Ваня, ну... О, Господи, как бы он там каких дел не натворил. Здрасте, Григорий Павлович. Здорово, Коля. Так. Выдти из свидетельства о рождении Серёжи? И записано, что именно его мама, Оля Кузнецова. Смотри, не подерегай по дороге. Да ну что вы, Григорий Павлович. Ну, я шучу. Видите, у меня даже чувство юмора от радости атрофировалось. Спасибо вам большое. Ну, видишь, всё хорошо, всё решилось. Я думаю, что теперь она успокоится. Мне кажется, её другое волнует. Я думаю, что она знает о нашем с вами плане по разоблачению Лупанова. Ты думаешь, она знает? Мне кажется, да, потому что она как-то позвонила. Где ты, что с тобой, что с тобой случилось? Но я ничего не ответил. Слушай, может быть, нам лучше отправить Олю с Серёжей куда-нибудь отдохнуть, а? Нет, она не согласится. Я с ней пытался уже поговорить. Я говорю, давай. Она говорит, нет, без тебя никуда не поеду. Григорий Павлович, может быть, как-то ускорить эту ситуацию? Да, развязка осталась уже недолго. Я думаю, что мы скоро спровоцируем Лупанова на срочные действия. То, что всё скоро закончится. Хорошо бы. Ну вот, вместо того, чтобы вы меня провожали, я вас провожаю. Обычно же как бывает, мужчина напрашивается на кофе, а тут я предлагаю вам ненавязчиво. А давайте мы выпьем по чашечке кофе у вас. Я думаю, что сегодня это будет не кстати. Ну что вы, Владимир Николаевич, где же ваш бравый энтузиазм, а? Где джентльменский задор? Я понимаю, вам жалко кофе. Да нет, ну что вы. Ну, напоите меня чаем, а? Ну, кофе мне совершенно не жалко. Просто у меня не прибрано в квартире. Ну, кроме всего прочего, так голова развалилась. Да не в голове ведь дело, вы просто боитесь. Я боюсь. Вы боитесь. Ну, то, что я такая шумная. Смей вас заверить, от меня шума меньше, чем пользы. Поэтому пока вы будете смотреть телевизор, пить чай, я все приберу в вашей холостяцкой квартирке. Как я мог забыть? Сегодня же футбол. Да. Матч, Лига чемпионов. Да? Господи. Подождите, вы что, болеете? Я? Да. Да ну что вы, я просто заядлый болельщик. Понимаете, я просто, я не знаю, я хожу на стадион, я голый по пояс хожу, кричу в кричалке, пью пиво и матерюсь со страшной силой. Подождите, чтобы все это придумали. Россия, вперед! Опа! Владимир Николаевич, откуда? Да, да, да. Футбол! Владимир Николаевич! Ушел таки, а? А где вы, мы так лядущики, лядущики? Оленька, ужинать! Ты кто такой сладкий? Кто такой сладкий? Мамочка, поужинай с бабушкой, ладно? А мы с Сережей подождем. Колю. Подождем нашего папу. Дай мне. Ой, ты что так дернулась? Это же просто телефон. Давай Сережку. Мам, возьми, пожалуйста. Ой, да ради бога. Алло. Да, сейчас, минуточку. Девушка какая-то. Ну, не хочешь говорить, что ей сказать-то? Что тебя нет? Девушка? Да. Давай. Алло. Леночка. Леночка, привет. Я очень рада тебе, да. А что у тебя с голосом? У тебя все в порядке? Я просто так звоню, узнать, как дела. У меня? У меня все ужасно, Леночка. У меня все ужасно. Я очень рада, что ты позвонила, но я сейчас не могу тебе всего рассказать. Просто у меня дома все почти. Да, я понимаю. Хочешь, встретимся завтра? Да. Давай, давай, встретимся завтра где-то около одиннадцати, хорошо? Договорились. Все, договорились. Пока. Лиза. Нежное создание. Слабенькая Лиза, болезненная. Как прийти, выяснять отношения, сил хватило. Ай, черта, Потемкина нет, как на зло. Как на зло. Конечно, изображать кипучую деятельность, это интереснее, чем сидеть с беременной женой дома. Ну, где вот? Гриша! У тебя же ключ есть! Что, лень посмотреть в кармане, что ли? Я не понимаю. Ну, у тебя же ключ есть с собой, Гриш! Ай, ну, в самом деле. Ого! Явление! Вань! А я тебя не приглашала, по-моему. Слушай, тебе везет. Нет Потемкина, он бы сейчас впустил тебя с лестницы. А ты меня, пожалуйста, Потемкиным не пугай. Пуганый. Зачем ты пришел? Поговорить. Ну, давай, говори, говори. Суфья, оставь мою семью в покое. Оставь Лизу, оставь моих девочек, оставь меня. Вань, ты знаешь, я о чем мечтаю? Чтобы с вашим сумасшедшим семейством Кузнецовых больше уже никогда не пересекаться. Ну, не дай бог, просто забыть все хочу, как страшный сон. Так забудь. Забудь. Нет, Софья Григорьевна, ты не забудешь. Такие, как ты, их в дверь, а не в окно. Уймись, уймись, ты у меня в доме. Кто в окно-то и кто в дверь? Короче, если кого-нибудь тронешь из моих, я тебя предупредил. Ты меня сейчас пугаешь, что ли? Я тебя предупредил. Ну, Сима, ну достала. Что-то это на что? Лупанов. Это я. Мы тут за Лазаревым присматривали, как вы сказали. Да-да, и? Так вот, он сегодня вечером встречался с Потемкиным. Что, в милицию приходил? Нет, на улице. Кто-то к нему приехал, что-то передавали друг другу. Но что, понять нельзя было. Понятно. Спасибо. Продолжайте. Жаль. Очень жаль, Николай. Не хотел я этого, но... Но ты сам напросился. Спасибо. Спасибо. А вы знаете, я больше ничего не пишу. Ну и все старые свои работы я сжег. Жаль, очень жаль. Знаешь что, вот что я тебе скажу, Ваня. Нет уж, Софья, теперь моя очередь. Мы не для того с Лизой детей растили, чтобы какие-то проходимцы им в жизнь коверкали. Проходимцы, ты это кого имеешь в виду? Меня? Проходимцем? Ты называешь меня? Ты обо мне говоришь сейчас? Да. Я говорю о тебе и о твоем сыне. Кто, как не он, моим девочкам жизнь изуродовал? Где ты девочек-то видел? Какие там девочки-то? Оля-то твоя, как собачонка дворовая за Санькой бегала. Он уже женатый мужик был, она как дворовая собачонка за ним, девочки. А не твой ли Саня вложила, Ольгу, в постель? Боже мой. Бедная Оля, бедная Оля. А ты знаешь, что мужчина ведет себя ровно столько с женщиной, сколько она того позволяет? Вот только так. И еще очень надо разобраться, кто там кого в постель затащил. Что? Может, скажешь, что Сашка Аню мою осчастливил? Ты посмотри, какие у тебя дочки-то. Девочек-то ты вырастил. И одну бедную соблазнили, и другую в постель затащили. Те и еще дочки. Институт благородных девиц. А что, собственно говоря, происходит? А? Вот. Ивана. Так. Ну, вроде все. Хоренька. Да. А эту тоже забираешь. Евгений Васильевич, да, забираю. Жаль, жаль, жаль. Моя любимая. О! А еще наверху за шкафом есть тоже несколько картин. Молодец, Николай Лазарев, ты вспомнил. Молодец, Николай Лазарев, ты супер, ты вспомнил вовремя. Все. Подожди, подожди, Коль. Ты что, решил все картины забрать, что ли? Все работы? Ты что, покупателя нашел? Не покупателя, Евгений Васильевич. Лучше. Еще лучше. Я нашел. Я нашел, Евгений Васильевич. Играть в угадайку нет настроения сейчас. Кого ты там нашел? Евгений Васильевич, я нашел автора на эти картины. Автора? Автор-то известен. Евгений Васильевич, вы знаете автора Николая Лазарева, который все это время работал на Лупанова. А это автор Быков, который поможет мне сохранить семью и прокормить ее. Какой еще Быков? Какой еще Быков? Ты что, решил отдать права на свои картины какому-то разгильдяю? Ну, Коля, ну, честное слово. Евгений Васильевич, а как вы считаете, что лучше отдать права какому-то негодяю или разгильдяю? Ты знаешь, и одно, и другое это безумие. Ну, в первом случае, хотя бы тебя ждет слава. Ну, поверь, это уже немало. Евгений Васильевич, а во втором случае, меня ждут деньги. Во всем мире кризис. Евгений Васильевич, что мне эта слава, эта яркая заплатка? Теперь у меня есть самое главное. У меня есть свидетельство о рождении Сережи, в котором сказано, что Оля Кузнецова является законной матерью. Оже, слава Богу, бедная Оленька, она так намучилась. Ну, наконец-то. Евгений Васильевич, представляете, наконец-то мы поженимся. А еще, Евгений Васильевич, у меня скоро будет маленький сын. Коль, я понимаю, содержать семью сейчас в наше время, еще с маленьким ребенком. Ну, а картины, отдавать права какому-то чужому человеку. Коля, ну, может быть, придумай что-нибудь другое. Подержите, Евгений Васильевич. Ничего другого нельзя придумать. Гриш, проводи, пожалуйста, Иван Петрович. Иван, пойдем, а? Ну, что ты еще не все сказал? Ну, что, ну, Гриш, ну я не могу в самом деле. Ну, сделай что-нибудь, а? Иван, пойдем на улицу, я тебя с удовольствием выслушаю, и все будет очень хорошо. Сонечка, пожалуйста, иди в спальню, приляг, а я сам разберусь. Софья, хватит шантажировать Ольгу. Да с чего ты взял, что это я? Ну, о каком шантаже идет речь, объясни мне? Ну, ты, может, вообще все грехи человечества на меня повесишь? Может, ты вообще решишь, что я наняла киллеров, чтобы вырезать всю семью Кузнецов? Да ты, ты же давила она Ольгу, чтобы вернуть Сережку! Да успокойся ты, Сереже уже все нормально, все это глупости, проблема уже решена. У Сережи теперь новое свидетельство о рождении. Я уже это свидетельство отдал Николаю. А у Ани новый паспорт, география дети, чисто, понимаешь, пусто! Ну, так чего? Сейчас ко мне? Нет, я к Оле заскочу по дороге. Слушай, я все-таки беспокоюсь о твоих картинах. Скажи, ты вообще уверен, что правильно поступаешь? На все сто процентов. А теперь слушай меня. Значит, завтра утром поедешь к Герцу, будешь продавать ему картины, как свои. Вот. Я уверен, он купит. Ну, а мне как? Торговаться? Ну, ты торгусь, но не совсем, чтобы он отказался. Ну, хорошо. Понял? Да. Шеф, меня выбросишь на светофоре, ладно? И это, не забудь картины подписать. Хорошо. Все, поехали. О, пацан, мальчик, дай закурить. О, опять напился, как свинья. Парадон, мадам, обознался. А хотите, я вам анекдот про свинью расскажу? Один артист всю жизнь на сцене играл свинью. А как же дальше? А, шпу, 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 понял. И вот однажды он в ресторане сильно напился. О, боже мой, оно и видно. Ну, иди, иди, балабол. Мадемуазель, ну куда же вы? Дальше же самое интересное. Да, видела бы тебя мать-покойница. Да что говорить. Растолкали этого артиста в ресторане и говорят ему. «Подвинься, свинья!» А он со слезой так на глазу говорит «Вот она, слава!» «Подвинься, свинься, 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 свинься Почитая ваш несравненный талант и оскорбя о несправедливости к вам этого мира. Вот она. Слава! Эх, мамаша, мамаша. Не дожила. Ну наконец-то, Коля, ну где ты был, а? Привет, ну я же не на фронт ходил, ну что это? Уходил не на фронт, а вернулся с трофеем. Вот смотри, что у меня есть. Смотри, смотри, смотри. Что это? Ну смотри. Давай, давай. Ну вот. Боже мой, Коля! Боже мой, мама! 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 Скорей сюда! Что случилось? Коль, добрый вечер! Господи, мама, ты посмотри, что это мама! Серёжа, он мой, Серёжа! Ой, Господи! Ой, она ж! Господи! Неужели всё кончилось? Из-за этого ничего не кончилось, всё только начинается. Кто куда, а мы с Олей в ЗАГС, правда ли вы? Мы в ЗАГС, конечно! Хоть куда теперь, Коля? Папа! Почему дверь открыта? Спасибо тебе, жена. Мальцева от души хохотала. Выставила меня перед ней полным идиотом. Ванечка, подожди, ты посмотри, что Коля принёс! Ничего, ребят, не расстраивайтесь, сейчас я пойду, я его утешу. Ссориться в такой день, это грех. Сейчас я... Ещё раз. Ой, прям не верится. Я не верю. Я просто не верю. Помню, как с замиранием сердца я ходил на все спектакли с вашим участием. А ваш дебют... Эх, мамочка! Я уже сам не помню, когда это было-то. Ваш... Яркий... Искромётный талант! Эх! Эх! Нет, это нельзя так просто читать, надо выпить. Чёрт, и водка закончилась, а? Ну почему же водка заканчивается в самый неподходящий момент? Именно! Рассчитывая на ваш незаурядный талант, я хочу предложить вам работу. Предложить вам работу. Подожди. Предложить вам работу. Ну, оплата, я думаю, должна вас устроить. Оплата должна вас устроить. Я полагаю, что вам... Ваш талант вполне заслуживает названная сумма. Ничего себе. Это мне... Работу предлагают и оплату. Милый мой, да я сейчас на любую оплату согласен. Я таких денег в жизни никогда не зарабатывал. Можно сказать, в руках не держал. В конверте кассета и диктофон. В конверте кассета и диктофон. Так, есть. В конверте кассета и диктофон. Ваша задача прослушать и сымитировать мужской голос, запечатлённый на ней. Здесь. Позже вы получите от меня номер телефона и текст, который этим же голосом проговорите. Не понял. Ещё раз. Позже вы получите от меня номер телефона и текст, которые этим же голосом должны... этим же голосом проговорите. Тут как он работает в записи. Вань, ну не сердись, ну сам посудись, что я могла делать? Я только пришла от Софьи, и тут этот звонок Оли. Я подумала, что ее Мальцев донимает. Звонок, звонок. Ты прежде чем делать выводы, узнай, кто звонит, почему. А то из-за твоих фантазий я ввел себя как дурак. Ванечка, ты покричи на меня, поругайся. Ну давай помиримся, Вань. Пойдем к детям, ведь у них сегодня такая радость. Радость у них, радость. Я, может быть, тоже радуюсь. Вот вы думаете, думаете, соображаете. Где мои тапочки? Вот. Вот. Вот они должны где стоять. Вот. Алло. Привет. Привет, Марин. Что ты делаешь? Читаю. А ты где? Я возле твоего дома. Правда? Марин, ну хватит дуться, а? Ну спускайся, я ужасно соскучился. Я тоже. Выходи скорее. Ну я буду через пять минут. Уходишь? Уходишь? Не сидится тебе дома. Совсем тебя не вижу. Ну мам, не сердись. У тебя ведь тоже когда-то был роман. Ой, дочка, дочка. Так как у меня потом было, лучше бы совсем не было. Ну и что ты такое говоришь? Разве плохо, что я появилась на свет? Аришечка, ты моя единственная радость. Вот. Ну ладно, иди, доченька. Как бы твой парень не примерз к лавке. Я скоро буду. Пока. Аня, а это твой паспорт? Да. А можно посмотрю? Пожалуйста. Я люблю фотографии смотреть. Да, тем более он свеженький, новенький. И почему же он свеженький и новенький? Страница дети. Чистая. А. Ты не расстраиваешься? А что мне расстраиваться? Так должно было случиться. Ну я на самом деле за тебя очень рад, что ты так это воспринимаешь. А вот за себя не очень рад. Отчего же? А ты знаешь, мне тут вот этот вот штампик о браке не очень нравится. Когда его не будет, я думаю, будет получше. К сожалению, ничем обрадовать тебя не могу. И обещать тоже. Ну что ж, Аня. Ты пойми, я буду ждать столько, сколько нужно. Я тебя люблю. Официант! Официант! Простите, я занята. Освобожусь и подойду. Понятно. Вообще. Да я умру сейчас от голода. Пошли, закажу. Сама. Ты как всегда, Маша? Да. Жанна. Она что-то кислая такая? Ну из-за Антона, что ли? Из-за себя. Рит, ну ты понимаешь, у всех подруг что-то, ну что-то меняется в жизни. Что-то происходит. Элка, она замуж вышла. А я сижу, как к страсти. Так, даже секунду. Что вот изменилось у меня с Вадимом? Расскажи. Вы тоже скоро поженитесь. Ой. Жанна, большая проблема. Ну правда. Мне кажется, если ты Антона свистнешь, он тут же на тебя женится не задумывается. Вот, вот кстати, это ты очень точно заметил. Он даже не задумывается об этом, понимаешь? Знаешь что, Жанна, а потому что ты вся такая самостоятельная, понимаешь? Вся такая, что? Антон, мне кажется, даже вообще помыслить не может о том, что ты хочешь, чтобы он на тебя женился. Что, правда? Да, конечно, а что тут думать? Что тут думать, Жанна? Ну, мне кажется, что Антон просто боится, что ты ему откажешь. Ну, это, ну, это нормальная мужская самолета. Такое неожиданное признание. Так трогательно, даже не знаю, что делать. Ань, сейчас все точки над «и» были расставлены. Я тебе все сказал. Я просто хочу знать. Андрюш, я замужем. И что? Ты, Аня, ты сама не понимаешь, что вот эта вот ерунда здесь, вот этот штамп, он ни о чем не говорит. Многие люди, они тоже приходят в ЗАГ, ставят такие штампы, живут и всю жизнь мучаются. Мне кажется, что ты тоже мучаешься. Так зачем тебе это нужно? Ты сама все можешь изменить. Ты можешь быть счастлива. Такой взрослый молодой человек, Андрюш. Ты знаешь, что счастье – понятие относительное. Ань, ты пойми, я не говорю про счастье, как про какое-то абстрактное понятие. Я тебе не говорю про принцев, принцесс, про какие-то лепестки роз. Я тебе говорю здесь и сейчас, ты можешь быть счастлива. Ты меня слышишь вообще, понимаешь, чего я хочу? Андрюш, чего ты хочешь? Я хочу знать, да или нет. Нужно тебе вообще это счастье или нет, или я тебе совсем не нравлюсь. Или я тебе не нужен. Все, не надо ничего говорить, я знаю, что ты скажешь. Не говори. Просто знай, что я буду ждать столько, сколько нужно, ладно? Столько, сколько потребуется. Счастливо. Свалился на мою голову, а? Привет. Привет. Волка. Я так счастлива, мне предложили поехать в Москву по обмену студентами. И я согласилась. По какому такому обмену? Почему именно тебя выбрали? Ну, в деканате мне предложили, как лучшей студентке. А ты что, не рад за меня? Ну, почему? Даже очень рад, но... Что, но? Ну, разве это нормально? Мою невесту хотят насильно куда-то отправить. Ну, во-первых, не насильно. Ну, ты же не сама туда напросилась, ведь так? Не сама, но я очень хочу туда поехать. А как же наша свадьба? Почему ты сама на ней посоветовалась? Ну, я же скоро вернусь. И я не собираюсь сбегать ни с какой свадьбы. Ни с какой, да? Значит, вот так вот ты относишься к нашей с собой свадьбе. Значит, для тебя это просто какая-то свадьба, да, Марина? Вова, да что с тобой такое? Да со мной все нормально. Если хочешь, вообще никакой свадьбы не будет. Найди себе в Москве какого-нибудь парня поприличнее. Хорошо? Все. Я все. Пойдем, Вадим. Ага, сейчас, подожди, поем еще. Я что-то не наел, что-то. Я слышу, что ты дома поешь. Ага, конечно, поешь я дома, что я дома поем. Какой мне огонь? Я не представляю. Я тебя что-то не кормил дома. Все, все. Пошли уже. Вы остаетесь? Да. Жанночка, я надеюсь, ты помнишь все, о чем я тебе говорю. А? Да? Все непременно. Сейчас, Южно. Не извольте беспокоиться. Давай. Пока. Ну так, до встречи. Пока. Пошли. Пока. Что-то человек такой. Извините. Что-то наелся. Вообще. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Не любит. Любит. Не любит. Любит. Я смотрю, он времени даром не теряет, да? Ничто не мешает тебе сделать то же самое. К сердцу прижмет. К черту зашлет. Любит. Не любит. Я думала, Вовка за меня порадуется. А может отказаться от этой поездки, а? Ну ее. Вовка хочет, чтобы мы поженились. Твой Вовка законченный эгоист. Сейчас он ревнует тебя к твоей учебе, к твоему успеху. Не думаю. Ему обидно, что я расстаюсь с ним. Даже не посоветовавшись. Глупости. Он даже еще прав на тебя не имеет, а уже становится в позу. А что дальше будет? Что? Не знаю. А я знаю. Будет точно, как с твоим отцом. Сначала он помешал мне сделать карьеру, а потом бросил. Мама. Ну, Вовка, он же не мой отец. Не бывает дыма без огня, как говорят. Мой тебе совет. Занимайся своей карьерой. Занимайся учебой. И не повторяй маминых ошибок. Хорошо? Ты давай не улыбайся, колись. О чем вы там шептались? Господи, какой ты грозный. Чего? Что за тайны? Какие тайны? С Жанной какие тайны? О чем говорили? Говори быстро. Говорили о своем, о девичьем. И вообще, я тебя не спрашиваю, о чем ты с Антоном разговариваешь. Что меня спрашивают? Я, честно, с Амиротянием. Мы о бабах разговариваем. Ну, все, добилась своего. Да. Ну, говори, о чем вы говорили. Хуже будет. Что ты кричишь на меня? Я пытаюсь выдать замуж Жанну. Так. Потому что она сидит и ждет, когда ей Антон сделает предложение. Допустим. Что допустим? А если Антон никогда не сделает предложение и не предложит в своей руке, такое тоже возможно. Да, вот такое возможно. Поэтому я прошу Жанну не сидеть и не ожидать в море погоды. Ага. А, то есть ты предлагаешь нашего брата-мужика взять вот так вот и в ЗАГС потащить, да? Нет, я не предлагаю. Насильнее. Насильнее. Я вообще не поняла, что ты так разнервничался. Но твоя свобода никто не посягает. Ну, я вообще не это имел в виду. Мыть с тобой это другое. Пойдем. Ты же понимаешь? Да, я думаю. Правда? Да, пошли. Давай. Молодец. Ну, дорогие мои, я хочу поднять этот бокал за то, что самое плохое осталось позади. Ой, ну, почти все. Я так мечтаю, чтобы Анечка была с нами. Да будет, будет, Валечка. Не сомневайся, будет. Ой, шажок за шажочком все наладится. Да, это ведь, знаешь, как вот горе полосой идет и счастье тоже так же. Да, самая мучительная для нас история завершена. Сережка признан официально твоим сыном. Ой. За наше будущее, за Сережей. За Сережей. Ура. 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 Эх, я тебе не помню. Спасибо, ребята. Ой. Слушайте, а у Анюты ты ведь роман. Я просто молюсь каждый день, чтобы все счастливо закончилось. А я бы тоже хотел сказать. Господи, кто это? Я открою. Кто бы это мог быть? Ой, здорово, привет. Ой, здравствуйте, дядя Вень. Вень пришел. О, так у вас застолье. Да. Вы что, не вовремя, что ли? Вы садитесь, садитесь. Ты всегда вовремя. Садитесь, Веня. Оленька, давай тарелочку, бокал. А что, радость у нас большая, Вень? Ольга официально признана мамой Сереженьки. Бокальчик. Серьезно? Вот документ, дай, дай. Считай. Оля! Ну, надеем. Оля! Оля, поздравляю! Олька, ну, 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 держи пять. Ты что-то хотел сказать? Да, да. Ну, давай. Здорово. Ну, дети, это, конечно, всегда замечательно. Но, кто знает, что вырастет из этих карапузов. Потому что мы иногда, молодые родители, не всегда знаем, что сделать, от чего ребенок плачет. Точно. Вот накормит малыша сосиской. А у него живот болит. А я бы хотел выпить за старших товарищей, за бабушек и дедушек. Коля, не надо. Я что, что-то не то сказал? Все правильно ты сказал, Коля. Все правильно. Я тебе потом сломкисну. Все то, Коля, все то. Ой, 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 ребята, да вы что? Коль. Ой. Да что случилось-то? Как случилось? Не надо было этого говорить. Что? Потому что в семье Кузнецова всегда радость. Просто так не бывает. Все с перчинкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok